Строительство детского сада на улице Подшипниковой идет без отставаний по графику. Его планируют достроить до конца года. Об этом стало известно во время выездного совещания председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, главы Самары Елены Лапушкиной, руководителей профильных министерств и департаментов. Учреждение рассчитано на 112 мест, включая ясельные. Чтобы успеть сдать объект в срок, строители трудятся в две смены. Да и объем работ немалый. Раньше на этом месте был детский сад для Министерства обороны. Затем здание долго пустовало и находилось в аварийном состоянии. После передачи земли муниципалитету старый садик снесли и на его месте начали строительство нового. Все объекты практически, которые мы сегодня посещаем, они строятся в самые короткие сроки. Несмотря на такие сжатые сроки строительства, никакого снижения качества выполненных работ быть не может. И сегодня мы в этом убедились. А это второй корпус новой 26-й школы в Октябрьском районе. Он рассчитан на 850 мест. Здание состоит из пяти блоков. В одном из них разместится и учреждение для дошколят. Завершить строительство планируют в конце этого года. А уже в сентябре 2022-го новый корпус примет своих первых учеников. Рост цен на строительные материалы не скажется ни на качестве объектов, ни на сроках сдачи. Для этого на федеральном уровне созданы механизмы, которые позволяют компенсировать удорожание. Так до конца года достроят детский сад на улице Ташкентской. Учреждение рассчитано на 132 места, включая ясельные. Детский садик возвели с нуля буквально за 9 месяцев. В здании осталось завершить внутренние работы, а затем и благоустроить прилегающую территорию. Мониторинг у нас еженедельно происходит. У нас за каждой стройкой закреплен куратор от департамента городского градостроительства. И он на этих объектах находится ежедневно. Убеждена, что со всеми задачами мы справимся. И подрядчики, конечно, зададут объекты в срок. Мониторить ход строительных работ власти города продолжат. За срыв ввода в эксплуатацию этих соцобъектов подрядчикам предусмотрены штрафные санкции. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События.